Я проживаю постоянно в Евросоюзе, я проживаю в Германии, у меня там есть клиенты, и одна из моих специализаций основает, это действительно салоны красоты, как специалисты по внедрению, так и партнеры компании Global Intellect Service по развитию нашего продукта. Я люблю эту тематику, я люблю, когда люди красивые, люди добрые, люди замечательные, поэтому, наверное, я выбрал для себя такой путь. Ну и действительно, это бизнес, в котором применяется. Равиль уже рассказал часть цифр, всю интригу, как говорится, разрушил. Чтобы интрига осталась, я скажу так, вчера, делая презентацию уже прямо на самых-самых свежих цифрах, я увидел, что данные изменились, поэтому мы увидим новые, уже более свежие значения, то есть буквально промежуток 1-2 недели дает действительно новые результаты, потому что мы идем большими шагами, и в Германии, возможно, вы уже знаете, в Европе опять пандемия, все, вторая волна, карантины, все закрылось, и последние недели перед закрытием работал салон красоты, работал с 7 утра до 23. То есть вот все, кто должен был там в ноябре, во второй половине ноября приходить клиенты, переписывали на дополнительное время, то есть в таком чуть ли не круглосуточном режиме, потому что, понятно, надо создать подушку безопасности, надо сделать красивыми максимальное количество клиентов. Итак, погнали. Немного о себе добавлю. Я занимаюсь профессиональным внедрением не только на Евросоюз, но и в России, в том числе, а чаще всего взаимодействие именно с командой, потому что у меня есть своя специализация, у других ребят есть свои специализации, поэтому я не люблю браться с тематики, в которых не очень хорошо разбираюсь. Поэтому здесь, наверное, у нас есть результат. Данный кейс будет отличаться обилием цифр и рядом буквально тремя основными фишечками, которые я очень рекомендую, возможно, использовать в своем бизнесе, если у вас бизнес вот схожий с этим. Итак, помчали, друзья. Косметик Лонж, салон красоты в Оффенбурге. С 2018 года используют программу лояльности на платформе UDS. С владелицей салона Еленой мы познакомились позже, перед буквально пандемией. И во время пандемии, активно общаясь, она предложила мне сделать аудит их программы лояльности, которая неплохо работала. И мы поставили новые задачи для бизнеса. То есть после выхода это увеличение среднего чека, повысить возвращаемость клиентов. То есть они возвращались, но не так часто. То есть повторные продажи – это вообще, чтобы человек пришел. Возвращаемость – это когда, если у вас там люди возвращаются раз в месяц, вы хотите, чтобы они возвращались, например, раз в две недели. Ну, то есть я как пример привожу. Задача – повысить возвращаемость и запустить активный рекомендательный маркетинг. Чем рекомендательный маркетинг отличается от активного? На мой взгляд, я про это еще расскажу отдельно. Три основных задачи, которые ставились передо мной как внедренцем для перезапуска программы лояльности. Итак, на сегодня наше приложение выглядит таким образом. В компании используют мобильные приложения. Мы настроили 50 евро приветственных баллов. Сразу скажу, то есть средний чек на то время был чуть ниже 70 евро. Вы его увидите в цифрах. И мы 50 евро дали сразу же приветственные баллы. Представляете, как здорово для клиентов. Звездочка, для чего стоит, объясню отдельно. 20 евро у нас за рекомендацию мы сделали. То есть как раз для раскачки вот этого сарафанного радио. У нас всего лишь два статуса клиентов, которые дают 5 и 10 процентов кэшбэка. Мы не стали делать упор на вот эту вот пятиуровневую возможность, многоуровневую возможность. Мы дали вот как бы любимые и очень любимые клиенты. Ну, назвали их очень любимых вип-клиентами. До 30 процентов можно списывать баллами. И теперь первая фишка, которую могут взять на замету себе салоны красоты или компания, работающая по подобной схеме. У нас в салоне в данном есть ряд услуг, которые делают владелица бизнеса и ее штатные сотрудники. И есть два мастера, два или три, сейчас уже не скажу, чтобы были изменения, которые арендуют помещение в салоне красоты, используют инфраструктуру салона красоты, но они отдельные бизнес-единицы, то есть это отдельные юридические лица. У них свои клиенты. И мы, скажем так, в добровольно-принудительном порядке предложили им также купить на себя лицензию UDS. То есть, да, и мастера в салоне, вот эти мастера стали клиентами также UDS, и используют свое приложение, свою программу лояльности, которую для них настраивали. И, естественно, мы меняемся клиентами. В то время не был еще активно развит такой инструмент классный, как Росмаркетинг, вот через сертификаты, которые сегодня у нас есть. И мы это через рекомендации сделали. Соответственно, мастера, к которым приходят их клиенты, они передают бонусную карту салона красоты Cosmetic Lounge, таким образом рекомендую его. И человек, пришедший в данный салон, неважно, чьими услугами он пользуется, одного кабинета, второго или вот основной части салона, у него есть бонусные карты, да, то есть он между, соответственно, передается. Это классно, то, что между собой работает. То есть, таким образом мы людей приучаем к тому, что они могут получать карты по рекомендации, и таким образом они учатся сами рекомендовать. Вот, мы про это отдельно еще скажем сегодня в цифрах. Я расскажу вам. Итак, это то, что у нас имеется в приложении. Как это работает вообще за всю историю работы данного приложения, данной программы лояльности в этом бизнесе. Результаты следующего. Цифровно 842 клиента, 649 из них совершили покупку, на сумму, проведенную 172 тысячи евро. Мне кажется, классный результат. И баллами оплачено 12 тысяч баллов, чуть больше. То есть, заметьте, да, в процентном соотношении баллами значительно ниже 10% оплачено. Вот. При этом, обращу внимание, не зарегистрированы в UDS 4 человека всего лишь. Причем это 4 человека, которые были еще вот на старте тогда. То есть, здесь основной посыл. Равиль про него говорил, у нас 100% оцифровка клиентов. Я не знаю, сейчас есть, нет, в чате кто-нибудь из Евросоюза, ну, вернее, я вижу, вот из Испании, ребят, да, возможно, из Германии кто-то есть. Я столкнулся в Европе изначально с таким вопросом, а вот европейцы не будут оцифровываться, не будут скачивать приложение, оставлять свои данные. Мы видим ничего подобного, прекрасно оцифровываются. Если классно донести все, если их дать ценность этого, вот у нас просто по-другому в данном салоне нельзя. Пришел салон, хочешь получить услугу только по предварительной записи и только через приложение UDS. Мы работаем, то есть без приложения, извините, вас принимать не будут. Поэтому 100% оцифровка в бизнесе происходит на сегодняшний день. Итак, это общие цифры, теперь по изменениям. Надеюсь, будет хорошо видно. Смотрите, количество покупок от трех выше. У меня есть данные о двух покупках, от четырех, от пяти и так далее. Вот, на сегодня я взял три как такой момент. Почему этот момент важен? Потому что мы сделали после перезапуска программы лояльности вот этих 50 евро приветственных бонусов. Заметьте, да, какой средний чек общий за всю историю сейчас. И 50 евро – это большие деньги получились. Но мы сказали дополнение, что тратить баллы, то есть оплачивать услуги баллами можно только начиная со второго посещения. Соответственно, когда человек приходит в первый раз, если у него есть бонусы за рекомендации друзей, у него есть приветственные бонусы, да, то есть у него могут быть уже там 70 и больше бонусов, да, 50 приветственных, 20, например, рекомендацию друга активную и так далее, он не может потратить их, он не может расплатиться ими абсолютно нисколько, ноль при первом посещении, но он копит себе очень много бонусов, соответственно, да, и таким образом он тратит их со второй, третьей и так далее покупок. Поэтому вторая у нас покупка считается как бы как первая с баллами, поэтому для себя мы внутри компании здесь определили, что наши постоянные клиенты – это кто сделал даже не две, а три и более покупок. Смотрите, какая классная цифра. Равиль говорил 40 с чем-то процентов, да, 75. Нет, я перепроверил, да, вот в клиентах 32,7% клиентов в количестве сделали более 75% денег товарооборота принесли в компанию. Мне кажется, это классный результат. Я когда на бизнес-образовании изучал маркетинг, да, помните все, наверное, вот эту историю 10, 90 или 20% клиентов или товаров делать 80% товарооборота. Вот вам она наглядно в цифрах, да, практически то же самое. 32% клиента делают 75% товарооборота. Это круто, это как раз показатель того, как активно люди возвращаются в бизнес, да, ну, за услугами. Это наши клиенты по рейтингу мы видим, да, кто-то приходил 27, 26, 25 раз, да, более 20, и таких много. У нас есть клиенты, которые по деньгам оставили более 3,5 тысяч, да, евро, причем видно, что средний чек разный, потому что 3,5 тысячи евро, и это 17 посещений, да, и баллами вообще мало оплачивают. То есть там, видимо, очень много баллов копится, да, то есть меньше 10%, хотя это клиент. Вот, ну, потому что вот так происходит. То есть люди активно ходят, люди активно тратят деньги в этом салоне. Это все в евро, цифры в евро. На сегодняшний день мы посмотрели, у нас открыт пятый уровень рекомендаций, да, на пяти уровнях рекомендаций у нас есть покупки. Вот здесь очень мелко, там, не знаю, видно, нет на скриншоте. Пятый уровень, вот этот, который без красненького, это не совершали покупки ноль, совершали один, то есть один клиент есть на пятом уровне рекомендаций, и он уже совершил покупку. Вспоминает, наша задача была запустить активный рекомендательный маркетинг, то есть сарафан. Вот что мы сегодня имеем на втором уже уровне, то есть это те, кто пришли как раз по рекомендации, а не совершили покупки 126, совершили 169. Как правило, обычно происходит в бизнесе, что рекомендуют много, с покупки совершают меньше, да. В данном случае покупки совершили большая часть людей, пришедших по рекомендациям, да, то есть на втором уровне, если мы посчитаем, по рекомендациям пришли 200, получается, 95 человек, да, по-моему, если сложить две цифры, и большая часть из них уже совершила покупки. Почему? Потому что люди не просто рассылают где-то в соцсетях, оставляют рекомендательную ссылку или кому-то, ну, вот там ты сходи туда. Они рассказывают про салон, они рассказывают про мобильное приложение, потому что их самих так научили. Итак, что мы сделали? Каждый мастер, каждый сотрудник, администратор, кто работает с клиентами, он рассказывает не просто о том, что у нас есть приложение, он учит людей, как рекомендовать, какая ценность будет, что он на этом заработает. Но всегда же приятно получить дополнительные, да, 20 евро за друга и плюс 5% кэшбэка еще и с покупок друзей. Это классная история. Потому что в салоне человек сидит долгое время, неважно, ногти ему пилят, там делают шугаринг какой-то, да, или, ну, сахарное обертывание, вот эти вот все истории, или делают какую-то аппаратную косметологию, да. Есть время всегда. Салоны красоты – это тот бизнес, где есть достаточно много времени у мастера общаться с клиентом. И они всегда, ну, из моих наблюдений, о чем разговариваете, да, девушки, о чем говорят с мастером. А в отпуске, о, не знаю, семье, детям, еще о чем-то. Зачем? Пусть мастер рассказывает о том, как классно приложением, как классно рекомендовать, как здорово, да. Да, это активные такие продажи. Вот этим наш подход здесь отличается от стандартов. Активная позиция, да. Мы активно раскачиваем сарафановое радио. Поэтому мы видим, да, на уровнях, как происходят покупки по рекомендациям. Итак, цифры теперь. Смотрите, я разделил статистику. Здесь с мая, 15 мая, по 10 ноября, прям по вчерашний день. Я взял свежий, сделал скрисшот, поэтому немного отличается. И смотрите, что мы имеем. Общее количество денег, пришедших, именно денег, вот оплата в евро, да, с 15 мая по 10 ноября, 40 тысяч евро, да, пришло именно вот в этот бизнес, да, то есть вот в эту часть, которая самого салона, где косметик лоунж использует программу лояльности. При всем при этом, уровень клиента 2 и выше, да, со второго уровня, это те, кто пришел по рекомендациям, 13 580 евро, что составляет 33% от 40 тысяч, от общего товарооборота. Представьте, 33% денег в компанию пришли по рекомендации. Почему так много? То есть это какая-то невероятная вроде цифра, на первый взгляд, может быть, потому что, первое, это активные рекомендации, второе, вы увидите дальше еще, это здесь зашит вот этот вот, назовем это кросс-маркетинг, да, теперь, наверное, это даже уже больше, чем рекомендации, когда другие мастера, использующие другие свои лицензии, тоже рекомендуют, передавая бонусную карту косметик лоунж, и третье, средний чек. Ребят, мы сейчас посмотрим средние чеки, вот там бомба просто. Сравнение периода с 15 мая, да, то есть то, что сейчас происходит в бизнесе, и по 14 мая, то есть пандемия началась у нас, закрылось все в марте, 15 мая салон начал опять работать. Посмотрите цифры. Средний чек вырос здесь на 18,6%. Да, немного поднимались цены. Это действительно, это факт. И средний чек здесь вырос в первую очередь, наверное, за счет поднятия цен, плюс вот этих вот, да, больших приветственных баллов, 50 евро приветственных баллов. То есть люди, когда приходят второй раз, они уже тратят, ну, больше, они покупки более большие, да, делают. Но рост чека мы видим, да, 18-60%. А теперь смотрим, что происходит. То же самое, период, но уже со второго уровня, то есть там, где клиенты приходят по рекомендации. Здесь рост среднего чека на 32%. Представляете, там на 18, здесь на 32. Передо мной спикеры, Ирина рассказывала, что у них оказалось, а фото в студии, что средний чек у людей, пришедших по рекомендации, выше, чем обычно в салоне. Это действительно так бывает, потому что доверие выше. Пришли по рекомендации, доверяют выше, но здесь вот эти 32%, представляете, там, да, 70, да, а здесь 97 евро. То есть это классный результат. И вот за счет этого еще увеличения среднего чека у нас получилось, что товарооборот по рекомендациям, он очень высокий, да, он 33%. То есть каждый третий евро в компании пришел по рекомендации, а значит без рекламного бюджета. То есть салон не делает сейчас никакой сторонней рекламы. Итак, идем дальше. Кроме всего этого, мы уже решили, да, вот те задачи, но мы работаем дальше с клиентами. Мы, естественно, собираем обратную связь. Обратная связь достаточно позитивная. Мы видим на сегодняшний день 335 оценок. У нас есть только 99% пятерок и 1% четвертого. Да, 5 оценок четверок. Ну, какой-то волшебный салон. С одной стороны кто-то скажет, с другой стороны все очень просто и понятно. Вовлеченность собственника. Ребят, я вам так скажу. Если собственный бизнес не вовлечен в процесс, я вообще в принципе не работаю с компанией. То есть если мне говорят, ну вот там маркетолог, там управляющий, там кто-то, я говорю, не, ребят, давайте так. Либо собственник, либо акционер, либо, ну то есть, если это большая компания, либо тот, кто имеет непосредственно от этого финансовый результат. Никаких наемных сотрудников не должно отвечать вот за эту историю. То есть собственник должен представить, показать, рассказать, вовлечься, и потом уже мы передаем наемным сотрудникам. Тогда у вас будут вот такие огненные результаты, потому что, ну, во все надо вникать. И сотрудники зачастую, к сожалению, могут это дело саботировать. Наверное, здесь стоит теперь подводить итог. Итак, результат внедрения UDS, увеличение среднего чека на 18,6%, и в целом, да, и 32% по рекомендации. 33% денег в кассу поступили по рекомендациям, по рекомендательному маркетингу. Открыли 4-5 уровень рекомендаций после пандемии, да, там 2 и 1 продажа, но все-таки это интересная история. Более 70% денег принесли постоянные клиенты, сделавшие 3 и более покупок. Это Елена со своей дочерью, две, ну, владелица и совладелица, назовем так, салона. Всегда можно с ними пообщаться, особенно если у вас будут клиенты из Германии или вопросы на работу в Евросоюзе, пожалуйста, связывайтесь со мной, обращайтесь, я с радостью познакомлю. А здесь QR-код верхний, это мои личные контакты, нижний QR-код Instagram, подписывайтесь, пишите мне. Всем успехов и хорошего дня. Спасибо за субтитры!